Ростелеком Проект «Единая информационно-коммуникационная сеть» решит эту проблему, говорили спикеры. Если этот проект только на начальной стадии, то другой, не менее важный проект в 2016 году уже начали. Речь идет об энергосервисном контракте, в рамках которого в Орле шла замена уличного освещения. Возникли сложности, которые было трудно прогнозировать, но в связи с тем, что опоры освещения расставлены, соответственно, на предстоянии больше, чем предусмотрено. Есть четко утвержденная конкурсная документация. Одним из основных частей, которые являются технические задания. Все работы, которые мы проводили, они проводились в рамках этого технического задания. Неукоснительно. Электронные услуги набирают все большую популярность среди абонентов Ростелекома. Домашний проводной телефон и бумажные квитанции постепенно отходят на второй план. Все больше орловчан оплачивают услуги через мобильное устройство. У нас есть личный кабинет по Ростелекому. И любой наш потребитель может пользоваться навигатором определенным. Это очень просто. Там зарегистрировался. И счет приходит в электронный виде. Он приходит либо в личный кабинет, либо на электронную почту, которая была указана при регистрации в личном кабинете. Энергосервисные контракты, серия проектов по безопасному городу и единой информационной и коммуникационной сети. Новые услуги и сервисы и дальше будут реализовывать в нашем регионе, пояснил журналистом Александр Абрамков. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.